Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие наши друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, священник храма Спаса Нерукотворного на Конюшной улице, Партерейхи Максим Плетнев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Глеб! Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый день! Храни вас всех Господь! Тема сегодняшней передачи «Трезвость как смысл жизни». И когда мы говорим об этом, то, конечно, мы очень рассчитываем на ваши звонки и ваши вопросы. Тем более в преддверии Великого поста размышления о трезвости имеет особое значение. Вы можете звонить к нам в студию в Петербурге по телефону. Код города 812, телефон 677-6244. Пожалуйста, звоните. Мы будем очень признательны за ваше внимание. Ну что же, что называется, помоляясь, начнем, отче. Каждый раз, когда мы говорим о трезвости, тем более в преддверии праздников, которые сейчас будут мощно ударить по нашей, в общем, в принципе, такой здоровой, типа здоровой жизни. Это и 8 марта, и потом суббота, и потом воскресенье. И в большинстве это воспринимается не как прощенное воскресенье, а как широкая масленица, когда люди в особенности начинают как бы заготавливаться, в том числе и спиртным, в последний день погулять. И поэтому вопрос о трезвости в нашей жизни стоит особенно сложно, стоит особенно важный вопрос в нашей жизни. И, конечно же, я так думаю, что для большинства женщин, чей праздник завтра отмечает Россия, этот вопрос, наверное, особенно важен, потому что все-таки у нас в большинстве своем подвержены страстям все-таки мужчины. Так ли это? Ну, вы действительно правы, хотя, к сожалению, надо констатировать, что и женщины тоже подвержены и страсти, и болезни, наркомании, алкоголизму. К сожалению, тоже все присутствует и в женской части нашего общества. И вы очень хорошо отметили, что порой праздники наши, они вот отличаются винопитием. Я думаю, что вот такой момент, чтобы, так сказать, выпить, напиться в преддверии поста, навряд ли он есть, потому что, все-таки, наверное, те люди, которые будут поститься, у них нет такого желания. Они живут скорее ожиданием прощенного воскресенья. И вот момент начала Великого поста, Первой Седмицы, Чистый Понедельник, Великий Покаянный Канон Андрея Критского. А все-таки большая часть наших сограждан, они живут в другой парадигме, и это такая светская жизнь, в которой, да, вот есть 8 марта, и это праздник, и это винопитие, тут все присутствует, и недаром мы как раз-таки проводим, вот в преддверии вот этого, этих событий, вот этой Масленицы, проводим крестный ход в нашей епархии. Он прошел 2 марта, и вот этот крестный ход, он как раз-таки помогает людям, это крестный ход за трезвость, в нем участвуют прежде всего трезвенники нашего города, это представители братств и общества трезвости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ну и также люди неравнодушные, да, это в том числе и сотрудники церковных проектов, и те люди, которые получают помощь в церковных проектах, получают помощь вот в своих проблемах и зависимости, вот, ну и все наши горожане, которые откликаются на наш призыв, выйти вместе помолиться за трезвение России, за личную трезвость, за, конечно, вот такое возрождение России и русского народа. И говоря о трезвости, мне, конечно, бы хотелось подчеркнуть, вот, ну, первый момент, что когда мы говорим о трезвости, это не только трезвость уклонения от употребления алкоголя или каких-то других веществ, это прежде всего жизнь с Богом. Трезвость — это прежде всего жизнь с Богом, потому что если нету жизни с Богом, а есть трезвость, то это неправильно, это тоже может быть уродливо и печально. Вот, вот этот момент очень важный. Потом, конечно, очень важно отметить, что, к сожалению, в нашем обществе проблема алкоголизма, пьянства не осознаётся. Вот это тоже тот факт, который есть, и мы давно пытаемся его как-то озвучить и вывести в том числе на городской, государственный уровень, потому что у нас есть, например, в государстве и в том числе и в нашей городской жизни целый ряд мероприятий общественных, которые сопровождаются и устрояются государством, структурами тем или иным уровнем государственной власти, посвящённых борьбе с наркоманией. А вот, к сожалению, такого же уровня озабоченности и действий по отношению к проблеме алкоголизма нет. И в народе не осознаётся. Вот, например, чётко надо стараться доносить мысль достаточно простую, что помимо того, что алкоголизм и пьянство – это страсть и грех, это ещё и болезнь. И по определению Всемирной организации здравоохранения, это хроническое заболевание, прогрессирующее и часто оканчивающееся летальным исходом. Это тяжёлое хроническое заболевание. И вот как болезнь люди это не осознают. Сколько у нас, например, в кинематографии, в фильмах, примеров, когда над пьяным человеком смеются. Это смешно, даже как бы такая комедийная ситуация. Но ведь никто же не смеётся над человеком, которому стало плохо с сердцем. Ему плохо, он падает, например, и в каких-то там судорогах не вызывает это улыбки и смеха. А вот пьяный человек, по сути, это тоже самое, равноценная ситуация. У человека приступ болезни, ему плохо. И он действительно находится в таком тяжёлом состоянии опьянения. И выход из этого состояния может быть достаточно тяжёлым и может быть даже трагичным. А у людей это воспринимается легко и, так сказать, со смехом. Вот попробовать изменить общественное настроение, общественное мнение, что употребление алкоголя – это очень опасно. Не только наркотиков, да, но и алкоголь. Это опасная история. Человек вот в каком-то смысле играет, так сказать, со своей жизнью. И он может потерять многое. Я вспоминаю советское время и помню, как тут всегда говорили, значит, была доска позора, где вывешивались фотографии, значит, соответственно, пьянчук таких с изобнозом. У нас был фильм, страшный фильм, который назывался «Беда». И всё это было всегда с таким очень страшным, таким ужасным, ну просто как… Всегда это вызывало некий ужас. И поэтому люди прятали это всё внутрь семьи, внутрь самого себя. Было бы в одессе такое, как скрытый алкоголик. И это была действительно реальная абсолютно проблема. Вы сейчас мне ответите на вопрос, который я хотел бы прежде всего задать, о том, как выглядит алкоголик, приходящий к вам, как, вот что называется, его портрет. Но сначала мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Добрый вечер, Евгений Белгород. Да, здравствуйте, Евгений. Вот в Кане Галилейске, когда на свадьбе это было, мать понашла Христу и сказала, у них кончилось вино. Он почему-то не сказал, ну и хорошо, меньше алкоголиков будет, пусть воду пьют. Почему-то он в воду прожил вино, и проблемы никакой не было. Или что-то, умели пить. Я вот не пойму, в чём, где эта грань для нас сейчас, современных людей, чтобы не стать алкоголиком, но и абсолютно отрезая тоже крайность. Вот такой комментарий нашего слушателя, Евгения. Ну, дорогой Евгений, что можно сказать? Ведь у нас же есть в церкви, в такой церковной жизни, такая практика, как обет и трезвости. И вот как я к этой практике отношусь, для меня это такой аскетический подвиг. Это люди, да, вот те люди. Что значит обет и трезвость? Это значит, человек на всю жизнь даёт обещание Богу не пить, и это наравне, так сказать, с постными какими-то подвигами, с молитвами, подвигами. Это вот такая религиозная аскеза и очень хорошее действие христианское. Понятно, что не каждый человек на это способен. И более того, наверное, вот благодать Божия, если вспомнить беседу Серафима Саровского с Матавиловым, то о смысле духовной жизни, то Серафим Саровский советовал найти ту область, где особо подается благодать Божия. Может быть, ну, не всем людей, так сказать, как-то вот к этому расположено, да, совершить именно такой подвиг. Но мы-то говорим как раз-таки о... и начали говорить о том, что трезвость – это не только не пить, это прежде всего наши взаимоотношения с Богом. Это поиск Бога и следование за Христом. И если на пути этого следования, знаете, прекрасные слова Блаженного Августина, это может быть девизом для вот нашей жизни, современной в том числе, как раз тот вопрос, о котором вы задали, да, где эта грань. Вот Блаженный Августин говорит «возлюби Бога и делай, что хочешь». Вот это прекрасная грань. Действительно, если мы будем Бога любить, то, собственно говоря, алкоголь для нас не станет бедой, не станет трагедией. Конечно же, дело не в алкоголе. Дело в тех тёмных духах, которые стоят за вином. Вот в чём проблема, да. Есть сатана, и есть тёмный духовный мир. И есть развращённое сердце человека. И есть страсти в сердце, которые и губят человека. Не само химическое вещество является губителем, а духовная тьма, которая есть в нашей жизни, и с которой надо, конечно же, бороться. Очень хороший ответ. Я бы хотел всё-таки спросить вот опять-таки о портрете того человека, который приходит к вам. Потому что мы всё-таки работаем в одном здании, и я вижу тех людей, которые приходят к вам. Я нашим зрителям расскажу короткую преамбулу, потому что как люди к вам попадают. То есть в наших церквях, в Санкт-Петербургской епархии, можно всегда получить визитку, на которой есть телефон, название организации вашей. И человек, если он взял эту визитку и дошёл до вас, значит, у него уже есть какой-то посыл, какой-то призыв. В общем, наверное, этот первый шаг, так мне кажется, тоже очень сложный. Невероятно сложный, потому что прийти к вам, это значит признать, что я нахожусь в беде. Так ли это? Да, спасибо вам за преамбулу. Я немного её расширю. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, у нас в епархии мы запустили программу помощи зависимым фавор. В эту программу входит что? Входит консультация. Они оказываются сначала по телефону. Есть телефон доверия. И прямо этот номер я сейчас произнесу. И, надеюсь, он у нас появится и в титрах. 8-911-170-54-04. Это телефон нашего координационного центра программы помощи зависимым фавор. И вот человек, первый контакт происходит по телефону. Потом приходит уже на личную, индивидуальную, так сказать, консультацию первичную такую. И чаще всего всё-таки звонят родственники, а уже первичные консультации они приводят, или человек, может быть, сам приходит, уже своего зависимого человека. И что сказать, что мы делаем дальше? У нас амбулаторная программа. Прямо здесь, в епархиальном управлении. На сегодня у нас есть три потока. Первая – это группа дневной реабилитации. Что значит амбулаторная? Значит, люди живут дома, а к нам приходят заниматься. И вот занятия с группами наших страждущих, они длятся… Вот программа сама помощи «Фавор» она рассчитана на три месяца. И вот три месяца человек практически каждый день, недели приходит к нам на занятия. Дневной формат – это занятие с двух часов где-то до шести, до семи. И, соответственно, вечерний формат – это с семи часов. Это сугубо создано для работающих людей. Те люди, которые работают, но у них уже есть проблемы. И вот они имеют эту возможность приходить в семь часов и дальше занимаются там до девяти, до десяти. Вот. И третий поток – это родственники. Родственники и те ребята, те мужчины и женщины, которые у нас проходили уже реабилитацию и получали от нас помощь, и вот они могут находиться вот… не прекращать с нами общение, находиться с нами в контакте и продолжать духовно и личностно развиваться вот вместе с нами, да, расти. Надеюсь, что и мы тоже немножко растем в этом служении, в этом труде. Очень важно отметить, что в этой работе нам помогает в том числе фонд сработничества. Вот не могу не произнести этого. И буквально два дня назад мы победили в грантовом конкурсе православной инициативы. И вот будем получать поддержку от фонда сработничества. Там мы обозначили нашу программу как раз-таки «Городской причал». Это именно программа с родственниками и вот с постреабилитантами. Как же человек выглядит, который к нам приходит, да? Ну, во-первых, мы принимаем всех людей. Наша программа рассчитана все-таки на более сохранных людей, да? Чаще это алкоголезависимые, но среди них есть и наркозависимые. Вот. Но мы принимаем и людей, которые более разрушены. И тогда, если наша программа им не подходит, мы направляем в другие церковные проекты нашего региона и также России. Мы об этом сейчас поговорим. Здравствуйте! Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Мы слушаем вас. Ну, тишина, да? Тишина. Давайте продолжим портрет этого человека. Что, конечно, бросается в глаза? Мы можем говорить, вот в нашей помощи мы придерживаемся принципа био-психо-социо-духовных сфер жизни человека. Еще раз, как? Био-психо-социо-духовный. То есть, если био, то это означает физическое. Социо-это, понятно, социальное. Психо-социо. Психо сначала психологическое, да, психическое, душевное составляющее, далее социальное, общественное, и, соответственно, духовное. Это, естественно, религиозная часть. И вот мы рассматриваем человека, по крайней мере, что у него есть эти сферы жизни. И, конечно же, помощь зависимому человеку и созависимому родственнику необходимо оказывать, постараться на всех этих направлениях. И когда люди к нам приходят, то мы видим, конечно же, часто, что человек разрушен, опять-таки, в этих самых сферах. У него разрушено здоровье. Био. Да. У него разрушен его психологический мир. А это как? Что это означает? Ну, это жизнь личности. Назовем это так, да, это близко и с духовным, но иногда бывает чисто психологически. Это может быть семья, это может быть негативный семейный опыт. Я бы сказал так, что каждый человек употребляет по какой-то причине. То есть мы видим, что за зависимостью стоит обязательно какая-то мощная психологическая причина. Люди не просто так, ведь мы же видим, что не все люди употребляют. Практически каждый человек, многие, не каждый, ну, вот, ну, многие люди пробовали алкогольные напитки, но далеко не каждый стал алкоголиком. И здесь мы можем говорить о том, что, да, есть часть людей, которые предрасположены. И, конечно же, все идет из семьи, и часто это именно семейное. Ну, и тут мы уже говорим о социальной истории, да, конечно же, вот поражение и в социальной истории, и когда семья, скажем, ребенок родился в семье наркоманов, например, естественно, это будет мощно влиять на его дальнейшую жизнь. Или часто в жизни ребенка, например, трагедия развод родителей. Или бывает даже тонко, аборт родителей. Он может духовно влиять на потом зависимость уже взрослого человека. Это бывают и такие связи, да, ее в свое время указал Иоанн Крестьянкин, такой старец, у него есть книга «Письма духовным чадам». Вот, и это его ответы. Писем нет, есть ответы. Вот там есть прямо два ответа одинаковых. И мне этот момент указала одна наша прихожанка, она пришла мне и говорит, вот, как раз рассказывает об этой книге отца Иоанна Крестьянкина, и говорит, вот, батюшка на вопрос об абортах, он отвечает, что живые дети отомстят за убитых детей, превратя жизнь родителей в ад. И она говорит, на мне это произошло, у меня двое сыновей наркоманов. Слава Богу, все хорошо, сыновья бросили на вод. Вот, и один сын в церкви активно, другой не очень, но тоже в трезвости, уже и дети есть, семьи, и сама вот эта раба Божия, она тоже вот является верующим человеком. И духовная составляющая. И духовная разрушена. Но я еще подчеркну про социальные, что разрушенные связи. Часто это люди, где-то 80% это люди крайне одинокие. То есть у них разрушена социальная жизнь, связи с родственниками и с близкими людьми. Нету близких людей. Люди бывают вот выкинуты из жизни. И мы видим, так же социально, в смысле работа и какое-то жилье, материальное состояние тоже очень влияет. И мы видим часто, что у этих людей именно и в этом бы им помочь. Вот в этом процесс реабилитации. Ну и, конечно, духовно. Люди разрушены духовно. И часто корень-то всей этой истории, это безбожие, в котором люди растут. И в котором живут. Это жизнь без веры, без церкви, без Христа. И, конечно, когда нету Бога в сердце, и Бог для тебя не является жизненным ориентиром, тогда на это место приходят другие. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните? Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, храни вас Господь. Меня зовут Артур. Я звоню из Чернодина. Я хотел спросить такой вопрос. Во-первых, как батюшку побороть именно зависимость от трезвости душевной, духовной и от табака курения? И как святые боролись с алкоголической зависимостью? Именно как они боролись? Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Все-таки у нас есть святые, которые противостояли страстям. И здесь, ну вот так, чтобы святые, именно борющиеся от алкоголической зависимости, тут как бы не совсем, наверное, правильный вопрос, не совсем корректный. Но так вот у нас особо нет таких святых, мне кажется. Страсти, да. Там не только было пьянство. Вот у нас есть святой Ванифати, да, мученик, да, Мурин, да, вот святой тоже. Вот. Но там и другие страсти были. И в том числе похоть, да, блудная страсть присутствовала. И вот противодействие вообще мы здесь видим. Тот же самый, скажем, на мой взгляд, такой небесный покровитель, в том числе Иоанн Креститель. Вот это аскеза, это борьба с грехами и усмирение своей плоти. И, наверное, мы можем говорить о том, что в страсти пьянства и наркомании одна из составляющих этой страсти – это чревоугодие. И противоположный добродетель – это, конечно же, воздержание. И как раз-таки пост, впереди у нас великий пост, это то самое оружие, которое дается нам для борьбы с этими страстями. Победить страсти сложно. И, на мой взгляд, когда человек побеждает страсть винопития или наркомании – это чудо и это великий подвиг. Это действительно великий подвиг, потому что, ну, это очень и очень тяжело. И если… на самом деле это любая страсть. Победить любую страсть очень тяжело. Апостол Павел говорит о том, что нам необходимо распять свою плоть со страстями и похотьми. Вот борьба со страстями, как самораспятие. Господь говорит отрезать руку, отрезать, выколоть глаз, да, если они тебя соблазняют. Это тоже об этом. О чем? О том, что страсти к нам становятся, они становятся частью нас, и они становятся для нас, как вот часть меня самого, как руку отрезать. Оставить алкоголь. Ведь алкоголь часто для человека становится и другом, и помощником, да, и он его утешает и так далее. И человек, оставляя алкоголь, остается без этого. И наша задача людям помогающим, да, как раз-таки восполнить вот это его одиночество. Человек общался с веществом, с этим, ну вот, богомерзким, да, и здесь надо помочь человеку обрести другое, обрести Бога, веру, обрести, может быть, и общество какое-то, приход верующих людей или близких людей, каких-то людей к нему неравнодушных. И это тоже, по большому счету, входит вот в задачу помогающих людей в этой беде. Это трудно организовать, это непросто. Организовать, скажем, ну, по сути, такое пространство, да, как вот некоторый мир такой христианский, где человек мог бы жить. Вообще, мне кажется, прекрасная задача, если мы ее ставили бы, попробовать отвоевать у светского общества какое-то пространство вне церкви. В хорошем смысле отвоевать, да, выйти церкви вне ограду и, скажем, вот у меня такая, ну, как бы мечта, например, был бы торговый центр. Есть огромный торговый центр. Вот христианский торговый центр. Мы бы знали бы, что там кинотеатр христианский, там показывают христианские фильмы. Парикмахерская христианская, там люди, собственно говоря, стригут, они христиане, да, там. Там булочная, тоже булки, столовые какие-то там, рестораны с постным меню. И в то же время мы знаем, что люди тут не обманывают, какие-то вещи могут торговать. Вот представьте, это было бы очень интересно. Это было бы интересно, и мне кажется, это было бы хорошо, что не замыкаться, а не становиться гетто. Мне кажется, что порой некоторые пытаются православных загнать куда-то, так сказать, под полочку, да, и чтобы вот мы есть, ну, как бы нас и нет. А было бы прекрасно, если была бы возможность вот воцерковления мира, ведь это же задача, была дана Адаму и Еву возделывать сад, да, вот нашу жизнь, по сути, приводить ее к Богу. И тогда, вот в том числе решалась бы наша задача, да, мы могли бы наших воспитанников, наших вот братьев и сестер, которые получают у нас помощь, вводить вот в эту жизнь. Где человек, человеку брат, где есть любовь, а не наоборот, да, часто, к сожалению, в современной жизни люди достаточно очень жестко могут относиться друг к другу. — Опять вот вспомню время, советское время, знаю такой термин, как хмелеуборочная, то есть машина, которая подбирала людей пьяных на улице. Я знаю, еще могу приводить очень много примеров того, как оказывают помощь, например, за рубежом людям, попавшим именно в тяжелую алкогольную стадию опьянения. Вот об этом сейчас тоже вот хочу спросить, но только после телефонного звонка. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? — Я хотела узнать, вот у меня крестник, он давно пьет, в общем, пришел с надломом с армии, ну и ничего, что только с ним не делать, в общем, все это бесполезно. А вот где в Москве, в Московской области, вот с вашим направлением обратиться? — Спасибо за вопрос, и я предлагаю как раз-таки всем дорогим братьям и сестрам не унывать. Во-первых, можно позвонить и нам по телефону и задать этот вопрос, и вам наш координатор даст как раз-таки телефон Синодального отдела по благотворительности нашей Московской Патриархии и Русской Православной Церкви, где занимается тоже эта проблема. Естественно, Синодальный отдел находится в Москве, и у них там полная информация по этим вопросам. Еще раз назову наш телефон контактный — 8-911-170-5404. Но я хотел бы всех призвать, дорогие братья и сестры, если есть такая беда с вами или с вашими родственниками, не отчаивайтесь. И здесь очень важно идти за помощью. Вот ваш личный настрой — получить помощь. То есть не надо отчаиваться, есть возможность. И слава Богу, на сегодня мы видим, что и государственные структуры, они изменили свою помощь, если сравнивать с советским временем. И есть общественные организации, конечно же, церковная помощь зависимым людям. Вот надо эту помощь узнать, какая есть помощь в регионе. И часто в регионах она есть. Наша беда, что нет информации. Никто не знает. Даже более того, я знаю такой факт, что в Санкт-Петербурге жители Санкт-Петербурга не знают, что делают государственные службы в этом направлении. Не говоря уже об общественных или религиозных организациях. И, например, одно из наших таких направлений работы — это как раз-таки донести информацию до человека. Это целая история. Люди не знают. Вот, казалось бы, информационный век, огромный поток информации, но вот в этом потоке нужная информация теряется, она тонет. Но вот и человек действительно не знает, что делать. Я еще и еще раз хочу подчеркнуть, что эта беда тяжелая, но она не финальная. Нету в этом какой-то вот гибельности окончательной. Нет, дорогие братья и сестры, выход есть. Есть возможность идти путем выздоровления, идти путем трезвости. Слава Богу. Есть программы, есть церковные, есть светские. Надо, главное, идти, не унывать, стараться. И, ну вот, близким людям что можно делать? Какие советы первые дать? Опять-таки, поискать эту помощь, пойти на группы для созависимых. Вот в нашем городе, соответственно, вот у нас церковные группы наши проходят два раза в неделю, по понедельникам, средам в семь часов, где оказывается помощь родственникам. Родственники тоже уязвимые люди, они тоже пострадали, и они тоже находятся в состоянии неадекватном. У них беда происходит с ними, поэтому тоже такой очень важный момент. Вот. Надо идти, надо стучаться в двери. Вот эта позиция, что все плохо и все разрушено, и больше ничего хорошего в моей жизни не будет, она совершенно неверная. Надо как раз-таки стараться, вот такой навык себе приобрести, просить о помощи. Уметь просить о помощи, и, конечно же, вот, ну попробовать, сейчас все-таки есть интернет, и достаточно легко найти ту структуру в церкви вашего региона, в которой оказывают помощь зависимым людям. Практически в каждой епархии та или иная структура есть, слава Богу. Вот у нас сейчас такое, в принципе, хорошее время. Есть много церковных проектов. И в любом случае можно прийти в любой храм и попытаться узнать эту информацию в храме. Конечно, можно узнать и от священников, да, вот что есть, какая есть возможность помощи. И главное, опять-таки, есть вот такая, не входить в состояние жертвы, да, чтобы человек осознавал, что с этой бедой можно бороться, и есть эти пути. И, ну, все зависит, первый шаг, конечно, должен сделать сам человек и его родственники. Мы не можем прийти к вам домой и как-то заставить вас жить трезво. Опять-таки, вот продолжу я вот этот вот экскурс, с одной стороны, в историю, с другой стороны, как раз вопрос будет о современном положении. Ну, известно, после того, как отменили сухой закон, и водка стала продаваться в магазинах свободно, то в течение практически полугода никто не покупал водку. И это было прям всем для всех удивлением. Но через полгода люди стали, что называется, вошли во вкус. И, по свидетельству современников, в 20-х годах, в 30-х годах, люди валялись на улице буквально в повалку, потому что не могли, не умели, что называется, если так можно сказать, не умели пить. И это вызывало сразу тяжелейшее алкогольное отравление. За рубежом, для человека, который пьян и шатается, вызывают скорую помощь. И человек, который взял в больницу, как тяжело больного человека. В нашем состоянии, вот сейчас, когда я смотрю на улицу, я не вижу пьяных, валяющихся на улице. Но при всем, при этом, у меня нет ощущения, что люди стали просто, может быть, как-то дома валяться, уже в пьяном угаре, что называется. Но, может быть, наоборот, люди просто стали как-то меньше пить. Может быть, это? Вот как вот сейчас вот эта ситуация выглядит? Я имею в виду современный, вот как портрет вот этого человека, опять-таки. Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, у нас нет вытрезвителей в нашей современной ситуации. Да, это тоже одна из проблем, потому что пьяного человека некуда доставить. И, ну, скорую вызывают. Я тоже тут где-то месяц назад, мы с матушкой, она у меня сердобольная, вот мы вызывали скорую для человека, который лежал у нас у парадной на скамейке, пьяный, в каком-то таком состоянии, может быть, наркотическом, может быть, алкогольным. И, да, в службу, так сказать, МЧС позвонили, и вот направили нас в скорую, вызвали скорую, скорая забрала. То есть они забирают таких людей. И если вы были в больницах, то видели там такие карцеры, как бы. Это как раз камеры для пьяных людей, потому что непонятно, что с ними делать. Они бывают буйные, вот их запирают, они там приходят в себе. Стало ли меньше? Наверное, меньше, но мне кажется, здесь еще какая-то, ну, меняется жизнь, люди употребляют по-другому. Потом меньше стало, по крайней мере, в Петербурге бездомных. Это, здесь у нас такая история, что много таких, как бы, псевдоребляционных программ для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. То есть бездомных разбирают. Их нету, за ними чуть не охотятся. Сейчас в городе, потому что есть целый ряд, у нас сотни квартир есть таких, где, как бы это называется, такой социальный центр. По сути, там люди работают, ну, их, они там живут, едят, их кормят, вот, дают им жилье и вывозят их на работу, и какую-то копеечку человеку откладывают, ну, большую часть берут себе, да, организаторы. То есть некий рабский труд? Не совсем, но эксплуатация тут, на мой взгляд, присутствует, да. И иногда бывает это как-то соединено с каким-то христианским словом, просистантским, иногда даже православные там батюшки присутствуют. Иногда без этого. И это вообще тогда действительно получается. Раньше это называлось еще реабилитацией, то есть как бы вот реабилитационные центры. И в этом смысле вот эти люди, они убрали бездомных с наших улиц. Вот в Петербурге действительно их нету просто. Их быстро за ними вот приезжают, или как-то так или иначе с ними входят в контакт, и их вот, собственно говоря, разбирают по этим квартирам. В Москве я был вот где-то летом 18-го года, я видел там много людей, днем они лежат, спят на скамейках. Да, это так. Прямо на Арбате, в центре Москвы, да. Вот другая ситуация. Пьяные, да, спят. Интересно, это очень интересно. Сейчас мы поговорим еще о созависимых. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. Хотелось бы у вас спросить, какой иконе малыша для трезвости? Какой что, простите? Какой иконе? Какой иконе малыша для трезвости? Спасибо большое. Это очень хороший вопрос, я только, кстати, собирался через пару минут задать его вам. Спасибо за вопросы. Давайте, конечно же, скажем о том, что у нас есть удивительная икона. Это неупиваемая чаша, икона Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. И эта икона, она явлена как чудотворная икона именно в этой беде. И в Серпухове было это явление иконы, некоторый человек, болящий, вот он, ему было видение, и он после того, как поклонился этой иконе, он исцелился. К сожалению, сам оригинал утерян, но в Серпухове, в монастырях, там два монастыря, насколько я знаю, мужской и женский, там эта икона есть. Конечно, это списки, и во многих храмах она уже есть. Прежде всего, молится перед этой иконой. Но в то же время у нас есть такой момент, который мне хочется подчеркнуть, что на всех иконах Богородицы изображена Богородица. И, конечно, когда мы молимся Богородице, то мы можем молиться любой иконе, даже можем без иконы молиться. Вот, возможно, и безобразная молитва. Богородица везде одна, там нету разных Богородиц. И, конечно же, когда у нас любая беда, любая проблема, естественно, прежде всего, надо молиться Богу, обращаться к Богу. Это вот первый момент. И часто, знаете, бывает, освещаешь квартиру, и порой замечаешь, что в квартире есть икона, а вот иконы Христа и нету. Вот есть иконы святых каких-то, да, может даже Богородица, а вот Христа нету, Бога-человека, да, или Святой Троица, скажем. Это меня удивляет, потому что всё-таки, видно, у людей есть религиозность, но она не имеет такой христоцентричности, направленной в нужную сторону, да, что Господь же прежде всего, потом уже Богородица и Святые. Конечно, после Господа, да, надо обращаться, конечно же, к Богородице. И, возможно, к любой иконе обращаться. И здесь, например, протестанты вообще отрицают святыни как таковые, скажем, мощи святых. Они отрицают и святых, и, соответственно, чудотворные иконы называют это идолами. Мы как раз-таки занимаем вот такую середину, потому что есть чрезмерное, так сказать, почитание, когда что происходит. Я даже видел в своё время, слава Богу, сейчас этого нет, но даже порой, вот я один раз видел некоторый ларёк у нас в Александрнецкой лавре. Это было несколько лет назад, уже лет 10 назад, и там иконы были подписаны как для ума, для квартиры, для учёбы. То есть даже было не написано, что за иконы. Конечно, это какой-то элемент уже язычества, да, и это такое суеверие, это неправильно. А вот у нас золотая середина. О чём эта середина? О том, что да, вот мы видим в нашей религиозной жизни, что благодать Божия воздействует на материальный мир. И действительно, после того, как Господь вочеловечился, да, происходит вот это соединение мира и Бога, и это удивительно. И мы не знаем, как это происходит, это чудо, с которым мы живём, и действительно, порой одна икона отличается от другой. Вот они совершенно могут быть одинаковы, одинакового, так сказать, производства, да, будь то писаной, или даже бумажной иконой. И вот одна икона являет чудеса, другая нет, почему мы не знаем? Вот такое чудо. И это чудо есть, оно вместе с нами, и вот часть этого удивительного нашего религиозного мира и нашей жизни, это то, что есть чудотворные иконы, и, конечно же, самая главная икона, к которой мы молимся, и есть прекрасный акафист к этой иконе, как раз-таки вот этот акафист и посвящён молитве за людей, страждущих от пьянства. Это икона – неупиваемая чаша, икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. – Очень хороший и подробный ответ. Спасибо большое, отец Максим. Ну, опять-таки, вот вы сейчас когда говорили об иконах, о молитве, вот теперь у меня очень такой вопрос два в одном. Мы говорим, во-первых, о созависимых, потому что иногда может сложиться ситуация, то есть понимание этого термина, как, скажем так, сопьющий человек. У нас было в своё время такое, что вот чтобы муж пил меньше, начинает пить жена, чтобы ему водки меньше досталось в том плане, что, ну, понятно. Но сейчас созависимый человек – это прежде всего человек, который бывал в беду, в такую же беду, только психологическую практически. Но часто всё-таки сводится всё к молитве. И очень часто батюшки говорят о том, что молитесь, молитесь, молитесь за вот этого человека и так далее. И, в общем, в принципе, вот о молитве, молитве, вот опять-таки созависимого человека, молитва о сыне пьющем, молитва о мужу пьющем, да молитва о пьющей, там, не знаю, женщине то же самое. Вот эта молитва, может ли она, такой крамольный вопрос задам, может ли она вообще всё заменить? Она может помочь совершенно однозначно. И, конечно же, молитва, наполненная любовью, да, вот из любящего сердца за другого человека – это то чудо, которое нам даёт Господь и за живых, и за мёртвых. Это удивительно. Вот это вот чудо, которое мы порой не осознаём. Ну вот мы помним, да, слова Христа, когда Он говорит, «По вере вашей прощаются грехи больному». Это удивительные слова, расслабленному, да, прощаются грехи. По вере другого человека могут проститься грехи мои, да, ваши. Есть эта возможность благодатного такого заступничества одного человека за другого. Но, конечно же, молитвой всё не должно ограничиваться. И вот мы уже говорили с вами о том, что есть вот разные сферы нашей жизни, и, конечно, вот эта беда, она в физической сфере жизни человека развивается, в психологической, в социальной, общественной и в духовной. Поэтому необходимо воздействовать, всё-таки стараться на все эти сферы. Тогда наше действие будет правильным и принесёт максимальный результат. Когда мы только ограничиваем на духовной сфере, происходит, ну вот, неправильная какая-то история. И, к сожалению, мы, вот, яркий такой факт для того, чтобы понять, как это, есть же и верующие люди пьющие, и даже священнослужители. И мы видим, да, что человек духовно живёт, он знает Христа, он знает Церковь, он живёт в Церкви. Мы, конечно, можем говорить о том, что, естественно, пьющий человек, а совершенно однозначно, что его духовная жизнь зашла в тупик. И там не всё просто. Но вот для такого человека уже чудо, чудо, знаешь, первообретения веры невозможно, да, какого-то. Он уже верующий, он уже знает там всю и монастырскую жизнь, и церковную жизнь. И, конечно, такому человеку необходима специальная помощь для того, чтобы разобраться именно с болезнью. У него есть опыт и навык борьбы со страстями, но он не помогает. Значит, ему надо вот в том числе увидеть, что это ещё и психологическая и биологическая история. И надо вот на уровне психологическим увидеть проблему зависимости и с ней, собственно говоря, и бороться, да. И тут есть определённые навыки, определённые приёмы, определённые пути решения этой задачи. Это тоже необходимо знать, потому что, более того, я даже уверен, что для гармоничного развития человека вот необходимо, чтобы человек развивался в этих областях. Это очень важно. Всё-таки я даже скажу такую крамольную, может, для кого-то мысль, но, на мой взгляд, психология – это то, что человечество приобрело в 20 веке прежде всего. Да, это такой… Есть, конечно, в психологии разные направления. Есть направления, которые, ну, как бы, противостоят христианству. Но есть христианские направления, которые основаны на любви к ближнему, и практики христианские, и это замечательно. И они, конечно, работают с человеком. Ну, что такое? Мне кажется, одно из важнейших моментов, что открыл психоанализ или психологию, ну, так мы это обобщаем, да, это работа с подсознательным. И вообще видение в человеке психических процессов, что и с ними можно работать, можно восстанавливать какую-то жизнь, найти какие-то проблемы и улучшить жизнь человека, сделать её в том числе возможным человеку воспринятие духовной истины на каком-то другом уровне. Но здесь, конечно, должна быть аккуратность. Потому что вот много у нас даже есть сейчас в современном нашем мире сексекты, основанные на психологических практиках. Вот есть и такое. Поэтому всё должно быть в меру. И, конечно же, хорошо, когда вот мы получаем психологическую помощь от верующих людей. От людей, которые вот твёрдо стоят в вере и понимают психологию с точки зрения верующего мировоззрения. Очень важно. Но ещё несколько слов о созависимости. Что это такое? Это термин, который, да, вот увидели те, кто оказывали помощь зависимым людям, что родственники находятся в тяжелейшем частое ситуации, положении, и в том числе даже до психиатрии доходит зависимость этого человека. В чём вообще смысл зависимости именно как психологическое, биологическое явление? Не как страсти. Есть страсть, и там есть свои способы преодоления страсти. Но мы говорим о том, что есть ещё сферы психологические, биологические в человеке. У человека зависимого весь его психологический мир, по сути, это мир души, сводится к одному. Он сужается до одной моноидеи употребления вещества. И вот всё концентрируется на этом. Как достать, где, что и так далее. И употребить. А для созависимого человека происходит то же самое. Только весь его мир сводится до одной моноидеи. Мой зависимый родственник. И очень яркий такой пример. Вот у нас в соседних кабинетах проходит в 7 часов группы для зависимых и для родственников. И вот наш сотрудник говорит, когда мама, да, или там, ну, часто это женщины созависимые, вот, когда вот мама, например, находится на группе для созависимых, если за стенкой находится вот её родственник, она как пьяная, она невменяема, она ничего не может воспринять, она не понимает, что происходит, она вся там. Вот это яркий пример такого, я бы сказал, психологического опьянения другим человеком. Вот надо эту проблему видеть. Конечно же, подчеркнем, что алкоголизм и наркомания – это семейные проблемы. Больна семья. Не один человек, да, вокруг. И часто вокруг этих людей действительно как выжженное поле. Там всё разрушено. Большая беда. Но, слава Богу, есть Господь, который нам помогает в преодолении вот этой беды. И есть, как я уже сказал, и слава Богу, вот такие уже всё более и более профессиональные церковные проекты, церковные вот начинания, которые служат прежде всего Богу и людям, да, вот, и помогают страждущему человеку избавиться, изменить свою жизнь, обрести веру, победить страсти. И как важно, что как раз в преддверии поста мы говорим о таких высоких вещах. Спасибо большое, отец Максим. Конечно, мы не затронули очень многое. Мы не затронули реабилитационные центры, где зависимые могут пребывать не просто круглые сутки, а несколько, там, практически месяцев в таких замечательных. Это и у нас и Слагубовка, и Сапёрная. У нас есть такие центры, которые просто действительно столпы помощи в борьбе с наркоманией, алкоголизмом. И, слава Богу, это есть. И очень много людей вышло оттуда настоящими трезвыми людьми. Отче, пожалуйста, благословите наших телезрителей. – Дорогой Глеб, спасибо, что пригласили на передачу. Дорогие телезрители, спасибо за то время, которое вы были вместе с нами. Храни вас Господь всех с Масленицы и с будущим Великим Постом. – Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся, увидимся с вами в передаче «Беседы с Батюшкой» завтра. И завтра мы будем говорить на очень интересную тему. Мы будем говорить о женском служении, о том, как, о месте женщины в церкви. Всего вам доброго, до свидания, и увидимся на телеканале «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова